Все было бы намного проще, если бы мы умели читать мысли животных. Этот кит внезапно проглотил дайвера. Затем, пять минут спустя, все были шокированы увиденным. Михаэль любил дайвинг и подводное плавание с маской и трубкой, что было действительно здорово, поскольку он был морским биологом. Он много раз погружался по работе, но каждый раз это было что-то новое и особенное. Когда Михаэль и его команда однажды отправились в океан, они и понятия не имели, что это будет самый запоминающийся и в то же время страшный день в их жизни. Лодка остановилась на некотором расстоянии от рифа, и Михаэль с другим дайвером отправились на поиски. Они увидели много животных, потому что видимость в тот день была отличная. Им нужно было собрать кое-какие данные, и все шло хорошо. Они были сосредоточены на своей работе, но в то же время дайверы не упустили бы прекрасной возможности понаблюдать за дикой природой, проплывая мимо. Они находились недалеко от районов, известных разведением горбатых китов. Поэтому не было ничего странного в том, что они проплывали мимо в глубоких водах. Эти существа были прекрасны. Они известны как нежные гиганты морского мира, и на них всегда приятно смотреть. Но один из них в этот день вел себя очень странно. Партнер Михаэля по дайвингу должен был вернуться на лодку с образцами. Михаэль решил немного побродить вокруг и просто понаблюдать за океаном. Для него, как для опытного дайвера, погружение в одиночку не было проблемой. Но даже у самого большого эксперта в мире могут возникнуть трудности. Мимо проплывали горбатые киты, а затем произошло нечто невероятное. Один из них внезапно вырвался и подплыл прямо к Михаэлю. Всегда лучше держаться на расстоянии от такого крупного дикого животного. Несмотря на то, что они славились своей мягкостью, они все равно были огромными. Животное могло легко ранить человека, если бы случайно столкнулось с ним. Как правило, достаточно было просто отойти в сторону, чтобы не попадаться им на пути. Но каждый раз, когда Михаэль менял направление, кит следовал за ним. Кит подплывал к нему вплотную, и мужчина протягивал руку. Он гладил горбатого кита. Это было эмоциональное и прекрасное зрелище. Но через несколько секунд кит стал более настойчивым. Это было действительно странно. Он использовал свой плавник и попытался подсунуть дайвера под себя. Мужчина попытался отодвинуться, но кит продолжал приближаться. Подходить так близко к горбатому гиганту было опасно. Михаэль попытался оттолкнуть кита в сторону, чтобы он прошел мимо, но безрезультатно. Это становилось немного пугающим. Михаэль был совсем один, и ему нужно было сохранять спокойствие, иначе он мог не выбраться живым. Внезапно кит начал толкать Михаэля носом. И, несмотря на то, что мужчина был отличным пловцом, у него не было возможности сопротивляться. Кит вытолкнул дайвера на поверхность. Команда увидела, как Михаэль выныривает, а затем рядом с ним оказался горбатый кит, который толкнул его вперед. Но команда была слишком далеко, чтобы что-то предпринять, кроме того, что вы можете сделать против животного, которое может весить около 40 тонн. За считанные секунды все изменилось, и на их глазах произошло нечто шокирующее. Михаэль совершил сотни погружений и видел множество животных, в том числе китов, но сейчас, впервые в жизни, ему было страшно. Хуже того, он испугался животного, которое считал своим любимым. Команда на лодке была в шоке. Кит внезапно проглотил ныряльщика и ушел под воду. Люди пересели на маленькую моторную лодку и помчались туда, где в последний раз видели Михаэля. Они не знали, что делать и как себя вести. Они не могли поверить, что только что стали свидетелями того, как человека проглотили заживо. Над ними повисла гробовая тишина. Никто не мог предвидеть, что это произойдет, и они также не ожидали того, что произойдет дальше. Команда вернулась на лодку, и все были крайне потрясены, увидев, что Михаэль был на лодке. Он лежал на спине и казался запыхавшимся и измученным. Но он был жив и совершенно невредим. Оказалось, что Кит пытался подтолкнуть дайвера к лодке, а он этого не понимал и поэтому сопротивлялся. В этот момент Кит открыл пасть и утащил Михаэля под воду, чтобы контролировать человека, который не хотел слушаться. Кит нежно держал человека, и поскольку на нем все еще было водолазное снаряжение, мужчина дышал под водой. Ему действительно приходилось бороться, чтобы дышать ровно, но годы практики помогли ему это сделать, несмотря на ужас, который был у него внутри. Он и понятия не имел, что все это время сражался не с тем животным. Кит выпустил человека вперед, а потом внезапно остановился и попытался спрятать его под своим грудным плавником. Только тогда Михаэль понял, что происходит. Из-за скал выплыла одна из самых больших тигровых акул, которых когда-либо видел дайвер. Увидеть такую огромную тигровую акулу в одиночку значит навлечь на себя большие неприятности. Они известны своей агрессивностью, а эта акула, похоже, напрашивалась на драку. Она продолжала кружить вокруг горбатого кита, но ее внимание, казалось, было сосредоточено на человеке, которого кит защищал. Михаэль оставался совершенно неподвижным. Горбатый кит изначально пытался защитить его, а он делал все, чтобы ему было труднее. Кит просто хотел, чтобы человек убрался из этого района и вернулся в свою лодку, пока на него не напали. Это было невероятно, но не совсем удивительно. Известно, что горбатые киты защищают других морских обитателей. Не часто случалось, чтобы они так взаимодействовали с людьми. Но это имело смысл. Они невероятно умные существа. Казалось, акула поняла, что ей не добраться до человека, и она развернулась и поплыла прочь. Но спаситель Михаэля не собирался рисковать. Как только он оказался в безопасности, кит посадил его обратно на нос и потащил обратно к лодке. Мужчина погладил его по голове и поблагодарил. Как только он вылез из воды, кит ушел. Было невероятно, что у дикого животного может быть такое сильное желание защитить совершенно незнакомого человека. Дорогие зрители, как бы вы поступили на месте Михаэля? Поделитесь своими мыслями в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...